В Москве подводят предварительные итоги года экологии. Каким проектом дан старт и что еще предстоит сделать для охраны окружающей среды, обсудили на международном форуме Экотех. Среди его участников и глава Чувашии. Михаил Игнатьев детально ознакомился с новыми технологиями в области сохранения природных богатств и подписал стратегическое для республики соглашение. Подробности у Дмитрия Ковалева. Год экологии завершается, но внимание к окружающей среде будет только усиливаться. Новации, которые призваны помочь природе, выставили здесь, в павильонах Крокус-Экспо, на международной выставке Экотех. Современные полигоны ТБО действуют уже в пяти регионах страны. На очереди Челябинская область. В республике утилизировать отходы по новой системе начали два года назад. Мусор сортируют, а затем вывозят на специально подготовленную площадку. И это позволило приступить к рекультивации пехтулинской свалки. Раннее под гарантию федерального правительства реализовали банковский заим, благодаря которому реконструировали биологические очистные сооружения. Масса поступающих в Волгу с точных вод снижена в сто раз. Мы на сегодняшний день на самом деле выглядим, по сравнению с другими регионами Российской Федерации, достойно. Эти проекты востребованы на федеральном уровне, регионами, соответствующие оценки из предохранной прокуратуры, генеральной прокуратуры, которые свои отдельные мероприятия у нас проводили. Формирование экологического кластера средств предприятий говорит о том, что республика задан абсолютно правильный вектор экологической политики. И мы отмечаем республику как один из регионов, который ведет и провел в этом году, я надеюсь, будет и в дальнейшем активную экологическую политику. Проекты, реализуемые в республике, признаны лучшими инвестиционными практиками в стране. Но для защиты окружающей среды требуются инноваторские подходы. К примеру, для переработки органики сейчас производят вот такие автоматизированные комплексы. На форуме в Москве обсудили и как регионы страны реализуют зеленую экономику. Сохранность природы – приоритетная задача и для республики. В этом году в Чувашии начала развиваться система особо охраняемых территорий. А в Заволжье был создан природный заказник. На левом берегу Волги продолжают восстанавливать горельники. На их территории уже посажены десятки тысяч деревьев. В республике увеличивается и количество участников экологических акций. Среди них немало молодежи. От экологической безопасности зависит здоровье людей. Мы на медицину огромные деньги вкладываем. Но когда люди с чистыми помыслами, с экологически чистой душой выполняют свою деятельность, свои прямые и функциональные обязанности, он результат налицо. Экологические проекты стали важной составляющей и на крупных предприятиях. Солидные инвестиции на защиту природы обязались направить и в Новочебоксарском химпроме. План приоритетный. К его реализации подключатся и власти республики, и федеральные ведомства. Соглашение о взаимодействии подписали на полях форума. Я считаю, что те соглашения, те обязательства, которые берет на себя предприятие, а это и мероприятия, направленные как на охрану атмосферного воздуха, почв, так и, безусловно, что основное, это водоохранные мероприятия. Я считаю, что эти обязательства, они носят в первую очередь и социальный эффект. Не случайно мы подписываем эти соглашения четырехсторонние. Для нас очень важна позиция и поддержка региона. Мы считаем, что сегодня республика провела большую работу в рамках года экологии. За три года на химпроме планируют автоматизировать технологические схемы, реконструировать сети, а также уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу источные воды. Тот, кто обладает технологиями, тот, кто умеет сбалансировать свое производство так, чтобы и получать полезные продукты, и утилизировать опасные продукты, тот побеждает в конкурентной борьбе. Поэтому здесь взаимодействие и поиск решений, взаимодействие и поддержка нас на разных уровнях позволяет нам на сегодняшний день не просто решать проблемы, а решать их эффективные. Подписанный президентом России указ о годе экологии дал толчок в решении насущных проблем окружающей среды. В республике эту работу провели успешно, и сейчас Чувашия находится в десятке регионов-лидеров с самой благоприятной экологической обстановкой. Но в перспективе предстоит сделать немало, отмечает Михаил Игнатьев. Годы экологии, он будет продолжаться столько, сколько будет жить человек. Это очень важно. Мы строим будущее. Вот это основная наша цель, к чему мы стремимся всегда, к чему мы двигаемся.